Давайте, значит, мы разберем этот случай, потому что он достаточно интересный в плане топирования очага, он находится в очень интересном месте. Что мы знаем об этой женщине? Это женщина 65 лет, ранее не наблюдавшаяся у врачей, проживающая в Прямской области. Известно, что на настоящей проблеме отмечались проблемы с памятью, дезориентация во времени. Ну вот Ксения нам дает дополнительную информацию, что это длилось 3 года, это имело нарастающий характер. И были эпизоды падения. Значит, в феврале 2019 года планово решили обратиться для проведения обследования в кардиологию, где она, собственно, получила симптомы дезориентации, нарушения речи. И под, скажем так, предположением, что это инсульт, ее дальше переводят в другие учреждения. И, соответственно, после всего этого с подтверждением инсульта она попадает к нам. Значит, спасибо большое нейропсихологам за заключение. Значит, мы все знаем, что у нее идет грубое нарушение функции программирования. При этом идет диссоциация между относительной сохранностью непроизвольного уровня активности и дефицитарностью в произвольной регуляции психических процессов. Своим словом. То есть, по сути, переходя сразу сюда, по сути, у нее нет грубого неврологического дефицита, по сути, кроме того, что она инертна, апатична. У нее огромное количество стереотипий, больше при этом захватывающие правые конечности. У нее из пирамидных симптомов имеется только рефлекс бобинского справа, при этом рассталима слева, при этом еще хоботковый рефлекс достаточно выраженный. С пастика в руках один балл по Ашфорту и, собственно, все остальное нам недоступно за счет дефицита внимания и речи. Речь на момент осмотра мы расценили как больше элемента сенсорного компонента, нежели моторного. Итак, значит, мы имеем следующие проблемы, которые мешают нам полностью с ней врабатываться, даже, например, проводить нормальный неврологический осмотр. Значит, проблема – это флюктуация уровня сознания и внимания. Дальше мы видим элементы апатии, импульсивности, дезориентацию в личности во время и как анамнестически, так и в момент непосредственного осмотра. Итак, значит, впечатление гипотезы. Значит, мы видим женщину 65 лет с сахарным диабетом, с данными о том, что это, возможно, пароксизм мерцательной аритмии, у которой достаточно выраженная флюктуация уровня внимания и сознания без грубого моторного дефицита с мозаичной пирамидной симптоматикой, флюктурирующей сенсорной афазией. Значит, что это может быть? Учитывая, что эта штука имела некий нарастающий характер без четких анамнестических данных, это может быть болезнь Бенцвангера, это может быть мультиинфарктная деменция, это может быть инсульт стратегической некой зоны, это может быть какая-то прогрессирующая деменция, это может быть альтернативная ситуация, такая как инфекция, метаболическое состояние, либо эпилепсия. Значит, собственно, ожидание семьи и вообще результаты, которые, ну, то есть ситуации, в которых женщина пойдет после реабилитационного лечения, значит, ожидается, что она вернется в одноэтажный дом в Брянской области, будет жить со своим супругом, который тоже имеет некоторые вопросы к когнитивному статусу. Вот, значит, с особенностями жилищно-бытовых условий, такие как туалет на улице. Ожидается, что мы ее выведем на уровень частичной самостоятельности. Итак, результаты данных МРТ и КТ достаточно интересны, потому что мы видим... Первая ситуация, по которой она, собственно, и попала в нейрореанимацию, то, что у нее свежий инсульт, в зоне заднего темени, переходом в затылок. Но более интересным является некое образование кистозное, да, уже, в передней медиальной зоне групп ядер таламуса. Теперь, важным еще является интересным ее состояние во время осмотра. Левая рука согнута, приведена, и разогнутая нога при этом не очень хорошо попала, то, что у нее более-большая выраженность активности правых конечностей, с выраженными стереотипиями. О чем это может говорить? Значит, вот это вот ее непонятное когнитивное состояние, дементное когнитивное состояние, со всеми вот этими ее абулическими, апатическими проявлениями, со сниженной критикой к себе, к своему собственному дому, захламленность дома, вот эта вот, собственно, неряшливость, может говорить о том, что очень, кстати, очень хорошо и очень стройно вписывается в поражение передних групп таламуса. Здесь на картинке очень хорошо отображается схематически функция таламуса. То есть вы видите проекции таламуса в различные отделы коры. То есть формально дефицит, который мы видим, корковый, то есть некую афазию, некую импульсивность, при отсутствии очагов в конкретных корковых зонах, то есть мы видим достаточно такую вот мозаичную картину, очень разрозненные зоны коры поражены, то в таких ситуациях, учитывающие вот этот уровень ее, то есть на первый план в данном случае выходит вот этот вот ее нефлюктуирующий уровень сознания внимания, мы в первую очередь должны думать о таламусе, что, собственно, подтверждать. Теперь возникает другой вопрос. Была ли у нее вот эта вот штука с фруктуациями до вот этого ее инсульта, или же это некая декомпенсация на фоне повторного инсульта? Вероятнее всего, это некая декомпенсация. Это даже повторный инсульт? Да, да, то есть данные МРТ, то, что кистоз набранное, это не свежие, это очаг, который уже был. Единственное возникает вопрос, то, что вот эти вот все ее проявления, типа дезориентации, захламленность, это может быть результатом этого инсульта. То есть несет ли оно прогрессирующий характер? Да, несет прогрессирующий характер. То есть это вот тот момент, где мы должны дифференцировать с различными нейродегенеративными заболеваниями. Теперь, насчет вот ее нарушения памяти. Откуда вдруг прилетело сюда? То есть мы ладно, мы как-то понимаем, что происходит денервация лобных долей, отсюда выходят все вот эти ее апатические, абулические состояния, снижение критики к себе. То есть мы это можем еще как-то объяснить, но теперь возникает вопрос, а почему же здесь амносический компонент? Амносический компонент выстраивается следующим образом. Передняя группа ядер таламуса связана с так называемым экстрагипокомпальным циклом памяти, то есть так называемый цикл папица, основным элементом которого в данном случае будет мамилоталамический тракт, который разрушается при инсульте в зонах передней группы ядер таламуса. Отсюда мы видим амносический компонент. Чаще всего он несет дефицит короткосрочной памяти. Но кроме того, за счет того, что вот как мы видим на снимке МРТ, идет небольшой захват медиальной группы ядер, мы также видим снижение или фруктуирование уровня внимания. Ну просто это произошло до компенсации на фоне повторного инсульта. Интересно, но не связанно с этим случаем является то, что очаг находится справа, и при этом у нее другой очаг, который находится слева, она правша, и это может объяснить ее сенсорный компонент афазии. Но просто для общего развития есть данные о том, что поражение таламуса может вызывать так называемую таламическую афазию, которая может характеризоваться различным уровнем, больше превалированием сенсорного компонента. При этом отмечаются элементы персевераций с повторением одних и тех же слов или действий. И еще очень важно то, что нейропсихологи увидели на своем осмотре, что она постоянно манипулирует какими-то объектами, которые попадают в ее поле зрения. Это утилизационный рефлекс, тоже проявление лобного дефицита. Таким образом, к чему мы приходим? Скорее всего, диагнозом является это сосудистая деменция за счет инсульта в стратегической зоне головного мозга. Это передняя медиальная группа ядер правого таламуса. Что, собственно, нам делать с этим случаем? Ну, как бы тяжеленькая такая бабушка за счет того, что у нее выраженная флюктуация этого уровня внимания. Первое, это надо будет ждать, потому что эта штука должна пройти со временем. Как долго это займет, я этого не знаю. Возможно, это еще продлится на фоне того, что у нее куча дополнительных внимания, и сознание должно как-то купироваться. Мы ожидаем, что оно купируется. Вопрос другой, что придет вместо этого? Вопрос в этом. А за счет таламуса это тот кит, на котором держится... Кора, абсолютно. Если этот кит полетел, то, слушай, ну там... Абсолютно. Сейчас мы придем к прогнозу. Сейчас мы придем к прогнозу. Значит, собственно, мы ждем. Второе, ждем не молча, мы продолжаем как-то работать, пытаться с ней работать, даже учитывая то, что пациентка как бы не с нами. При этом мы контролируем все остальные показатели ее здоровья. Очень важно, чтобы мы не пропустили какую-то инфекцию в данной ситуации. Дальше мы стимулируем то, что доступно. Дальше работаем с семьей, образуем и обучаем семью. Какой прогноз? По данным литературы, собственно, стабилизация уровня сознания возможна, но эта стабилизация приведет к тому, что мы получим на выходе выраженный когнитивный дефицит. То есть, как бы она будет здесь, но у нее не будет короткосрочной памяти, соответственно, у нее будет... Далее короткосрочной памяти. Абсолютно. То есть, это мы будем видеть на выходе. Можем ли мы получить... Отсутствие этой стабилизации, да, мы можем это получить, собственно. То есть, она будет дальше флюктуировать, и в один прекрасный день может она просто уйти от этого. Вот. Что мы еще... Формально общий прогноз, я прям вот последнее предложение. Мы должны понимать, что она никогда не сможет контролировать свою безопасность, здоровье. То есть, мерить ей три раза в день давление будет непосильная для нее задача. Абсолютно. Значит, никогда она не сможет разложить терапию по таблетнице, никогда не сделает себе еды или чай. Невозможно, не сможет сопоставить, что надо налить бутылку из бутылки воды в стакан и выпить. Возможно, это будет очень сложно. Она навсегда останется с риском падения, но она будет высажена в инвалидное кресло, где она будет сидеть, не теряя давление. Ну, то есть, просто в сидячем положении она будет доступна. И ее будет пересаживать от одного до двух людей в зависимости от того, какой она останется. Абсолютно. И это то, почему она просто... Но самым выраженным ее случаем это будет именно тот поведенческий дефицит в виде снижения внимания, снижения мотивации, апатии, сниженной критики. Мне интересует другую, будет ли у нее запрос к другим людям. Я хочу пить, мне холодно. Она это сейчас не контролирует абсолютно. Вероятнее всего не будет. Вероятнее всего не будет. Полная зависимость. Полная зависимость, да. Вероятнее всего не будет. Она будет помогать с тем, чтобы маму кройся. Ты на нее наложила, и вот она там что-то 20 сантиметров поправит. Ты дала ей еду, держи ложку, три ложки там съесть. Но... Мы не видим здесь некой побудительной активности, которая исходит от нее самой. То есть это будет сознание, которое надо толкнуть для того, чтобы она там что-то выдала. Это будет не краткосрочно, потому что после того, как вот эта инерция закончится, все, она отключается, она не с нами. И нужно будет дополнительный некий вход. Каждый раз она будет включаться в эту толкану и зафлюктуацию. Абсолютно. И момент, который... Абсолютно. Тот самый интересный кейс, когда маленький очаг в таламусе дает дефицит, который нарастает, и вуаля, имеет какой-то, да, имеет какой-то интересный выход. Своей работой не делаю. Спасибо. 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 Спасибо.